всем добрый вечер я сегодня хотел бы вот поговорить на какую тему смотрю разные каналы все рассказывают как они живут в деревне я конечно не деревенский канал веду у меня больше канал о птицеводстве последнее время конечно начал наполнять другими своими хобби канал то ли готов к то ли здоровый образ жизни я начал вести это тоже начал выкладывать делиться на канале мне конечно это очень нравится но я хотел бы сегодня рассказать как я вообще переехал в свой дом ну еще не достроенный он процессе стройки и как всегда общаюсь и на форумах и на каналах в комментариях и в разных других сайтах конечно свой дом это вечная стройка давайте поговорим как я к этому вообще пришел приехал так продолжим в двенадцатом году я созрел мысли купить участок земли рядом с городом чтобы это было потому что я работаю в городе до сих пор и был найден участок километр полтора от города в снт был куплен весной и сразу же началась стройка дому потому что участке стоял только вот это домик пристройка недостройка вот такая кирпичная была 20 квадратных метров 20 квадратных метров это строение и было принято решение поставить дом дом построили вот вы видите домик такой из керамзит блока и на зиму он был оставлен зимовать построенный с крышей уже весной начали уже в зиму он был поставлен полностью и накрыт крышей не было окон по весне деньги были найдены кредиты родители помогали начали вставлять окна окна двери заливать полы я кстати обязательно покажу как мы заливали полы и делали погреб в доме не фото эти остались и далее дел пошло к чему в эту в эту же зиму то есть тринадцатом году уже была зимовка потому что была заведена и настроена система водоснабжения в доме и отопление было сделано котел дровяной электродровяной угольный комбинированный такой твердо топливный котел все сделано первый этаж в общем-то отапливался можно было жить таких спартанских условиях и это было сделано что 14 15 16 года все тих по тихому что-то делалось подстраивалась там где-то обшивалась подштукатуривалась получается 14 15 16 нет я на год перескочил в 13 а все правильно в 13 был построен он а в 14 мы переехали и зимовали 14 15 16 17 четвертый год живем дом жилой четвертый год я ошибся вначале вот почему я переехал деревню групп почему я переехал как бы в деревню на свою землю потому что меня начал раздражать городская жизнь соседи комнатка вот это там 20 метров одна с кухонкой с туалетиком это кибитка мне хотелось животных каких-то заиметь я видео показывал про кроликов кролики мне на балконе жили в квартире и я переехал поэтому мне надоели за стенами то чирикали попугай то ворогозили соседи снизу постоянно курили пили там гуляли до ночи то надо мной жила безумная какая-то рыжая бестия которая постоянно затапливала квартиру ужас просто и музыку тоже слушала ну житухи было просто нормальный мало спокойный такой а здесь я получаю удовольствие я сам себе приятный выхожу по участку хожу соседи у меня один за забором и тут уехал в москву алексей соседи нет по границам трем оставшимся и я этому очень рад я занялся птицей потихоньку огород сад посадил так ладно я сейчас сижу я потихонечку буду перемещаться мне надо утят с индюшатами покормить еще и цыплят проверить как у них там дела и буду потихонечку с тех мест рассказывать вам дальше навыводилась у меня утят там 2 индюшонка и утят где-то штук 20 наверно уже выявилась мелкие тоже ну водичка есть корм есть пошел цыплят проверю вот и что я хотел рассказать занялся птицей я получаю огромное удовольствие от этого я вообще сейчас в городе жить не смогу вода есть корм он есть бегают ветер растут уже цыпляки это из моего яйца я получаю огромное удовольствие живя на своем участке да очень трудно да не хватает денег на все на все мои хотелки я не могу себе позволить накупить водичка есть все-то спрятался тут сколько у вас тут градусов 32 градусов с половиной отлично лампочки видите я не включаю вторые даже 32 градуса жарко здесь но на улице сейчас градусов наверно около 10 вот я переехал веду я маленький вот такое хозяйство занимаюсь птицей я любитель птицевод да у меня есть канал свой да у меня есть две группы 1 в одноклассниках другая вконтакте у меня есть на канале плейлистах раздел где я веду снимаю видео для начинающего птицевода и я да так важно все рассказываю но это не значит что надо принимать это вот прям вот все на истину я я начинающий птицевод у меня свое маленькое хозяйство я выкладываю свой опыт только проверенный на своем опыте и полученный из разных источников в интернете какой-то литературе вычитываю только так я не читаю тупо теорию и кидаю сразу прям вот сюда есть какие-то видео снятые теоретическая часть которую я вычитываю на сайте там сельскохозяйственных академий беру какие-то там есть теоретические части у них оттуда черпаю информацию тоже ее использую поэтому да мне хочется делиться со всеми потому что многие птицеводы но не знают как правильно содержать птицу и я переехав прожив всего лишь четыре года на своей земле научился такому количеству получил такой опыт по птице что я думаю кто прожил в деревне такого опыта даже не имеют даже с маленькими такими оборотами я получил азы которые мне позволят выращивать птицу ну уже я думаю в любых масштабах я многому сопротивлялся поначалу особенно лекарственным препаратам сейчас я понимаю что в некоторых моментах они необходимы это опыт получается ежедневно учусь на разных каналах их слава богу у меня в друзьях много я очень рад что у меня есть такие близкие каналы как секрет хороших урожаев анастасия елена коптева канал очень хороший мне нравится городские колхозники елена мороз ведет этот канал я обожаю смотреть и учиться чему-то интересному у татьяны с канала деревенская жизнь на хуторе дневник казачки и много разных каналов есть которые я знаю с самого начала как только я начал только наполнять видео контентом когда он прожил уже наверное два года я осознанно начал выкладывать уже какие-то видео снимать такие про то как я содержу мускусную утку и вот скоро уже будет год в январе как у меня существует канал именно существует канал я имею ввиду то что я его веду целенаправленно наполняя практически каждый день какой-то информацией и я развиваюсь я живу на своей земле и я научился такому количеству новшеств я ни капельки не жалею что я переехал и живу на участке у меня растет сад шикарный и плодовые деревья и кустарники и деревья разные и лесные деревья я буду высаживать конечно же я буду вкладывать огромное количество сил и денег и эмоций постройку своего дома он будет доведен все равно до конца он будет достроен в этом году мы построили вот этот гараж я этому так рад вообще у нас прибавилось метров квадратных наверное 40 наверное где-то квадратов 40 около 40 точно плюс еще высокие потолки какие для машины теперь машина будет чистая всегда у меня брудерная комната ну хозяйство развивается потихоньку нет таких конечно мега средств чтобы это все поднять конечно бы можно было и дом быстрее уже отделать тому что он не отделан как снаружи так и внутри но меня это устраивает поэтому тяжело но можно жить если вы хотите если у вас в мыслях появляются какие-то такие идеи переехать свой дом не бойтесь и переезжайте да еще хотел маленькую вставку сделать ну ненавижу каналы где начинают ныть что тяжело жить что прям вот под вообще я не могу прям хватит ныть ладно можно помочь людям первый год когда они переехали откуда-то там беженцы и если у людей сгорел полностью дом но если ты сам решил переехать деревню и начинаешь ныть стонать помогите мне чем могите ребят езжайте в город жить там будет легче намного я вас уверяю вот они любовь у них морковь да фунтик трешка это трешка потому что трехцветный это фунтик потому что он маленький маленький такой плохо рос вообще фунтиком назвали да фунтик рассчитайте конечно свои возможности это конечно самое главное материальном плане чтобы на первый год вам хватило построиться что-то отремонтировать если вы купите готовый дом чтобы у вас запас был и чтобы у вас рядом была какая-то возможность подработать потому что сразу вот так вот своим хозяйством маленьким будет сложно заработать денег практически невозможно как я вот смотрел у сергея канал рожан тв но он последний вот видео снимает да сразу вас ничего не получится прям так вот ах года три минимум вы должны потратить на то чтобы понять чем вы будете заниматься потому что первый год-два вы будете хвататься за все по максимуму но потом вы поймете я надеюсь главное не уйти в минуса главное не отчаиваться главное стараться рассчитать многие риски не обрубайте мосты с городом конечно возможно оставайтесь в городе как место работы вы там работаете зарабатываете деньги потихоньку начинаете строить здесь свою жизнь основную и у вас все получится всем пока до следующих видео вот такой выплеск эмоции и мысли моих о том почему я переехал как я переехал кратко ну как оно есть пока а